Рассказал, теперь вот рассказываю про познавайте себя, вот так как мы люди разные, то важно вот познавать себя. Я уже затронул то, что вот раньше была мода на тайм-менеджмент, потом появилась мода на управление не временем, а управление энергией, потому что времени у всех одинаково, и вопрос, есть ли энергия в единицу времени, чтобы время стало более эффективным. А потом поняли, что, ну блин, ну значит энергия, она зависит от того, насколько люди себя хорошо знают. Соответственно, и вот инструменты самопознания, то есть личной осознанности, они очень важны. То есть, к примеру, тоже, давайте сейчас такой вам вопрос задам. Как вы думаете, какой самый-самый главный элемент успеха, все эксперты, большинство экспертов, которые говорят про эффективность, про успех, вот какой основной элемент, все эксперты сходятся на том, что вот если почитать книжки, то большинство из них, они сходятся, вот какая-то одна черта человека, она самая важная в достижении успеха. Вот напишите, какая из них, как вы думаете. Какая черта человечества, человека, помогает людям быть успешными. А успех, мы понимаем, под успехом, это умение достигать цели. То есть, вот, ну, успех, он же разный у всех. У кого-то он измеряется в счастливых людях, у кого-то спасенных жизнях, у кого-то в счастье детей, там, в наличии купленного дома. В общем, это умение достигать цели. То есть, успешный тот человек, который то, что хочет, то получает. По Кове доверие. А я вот по Кове слышал другое. Целеустремленность. Умение делиться. Вера в результат. Эмоция. Отдавать доброта. Позитивное мышление. Это все элементы, но даже тоже Кове. Я, к примеру, Кове, когда слушал, вот Екатерина Джас написала, что по Кове доверие. А я, когда бежал в пустыне 250 километров, у меня в ушах была аудиокнига, я слушал аудиокнигу. Восьмой навык высокоэффективных людей. И он говорил, что успешный – это тот, у кого повышенная дисциплина. А мне это было очень важно, потому что я же, ну, я почему бегал, почему вот я айронмен, видите, я сижу в майке айронмен. Я тот, кто проплыл 3,8 километра, потом проехал на велике 180 километров и потом еще 42 пробежал. Это без остановки. Я сделал это менее чем за 10 часов. В России сейчас полторы тысячи таких людей, а я был трехсотом в 2014 году. Так вот, почему вот я этим всем спортом таким выносливо занимаюсь? Потому что они развивают упорство. И я, слушав экспертов вот в 2012, 2013, 2014 году, понял, что вот упорство – это один, ну, самый основной, все эксперты говорили, самый основной элемент успеха или вот, ну, черта человека, которая приводит человека к успеху. Какое-то упорство, то есть не таланты, не эмоциональный интеллект, в общем, ну, все вот и проанализировали, анализировали детей, школьников, 15 лет их смотрели и смотрели, кто из них становится более успешными. И у кого-то высокий IQ, у кого-то высокий EQ, у кого-то много энергии, у кого-то мало энергии, кто-то умный, кто-то глупый, у кого-то связи. Но успешными становились те, кто упорный. И этот факт, он, ну, по сути, статистически доказан. И Кови в этой книжке «Восьмой навык», он говорит про дисциплину, я такой думаю, так, дисциплину, но все же говорят упорство. А на самом деле дисциплина – это тоже упорство, но по расписанию, то есть это, по сути, упорство, ну, еще бы, то есть упорство и дисциплина, условно, это, ну, родственные вещи. Вот. Но при этом чуть позже, вот это, соответственно, это я услышал в 2015 году, когда бежал в пустыне и еще раз в себе поставил галочку, что даже великий Кови говорит про дисциплину, а дисциплина имеет общий корень с упорством. Вот. Но сейчас в, ну, там, глубже погружаясь, понимая свой личный опыт, я понимаю, что не для всех упорство, потому что мы все очень разные. Приведу пример. Я сам немножко увлечен астрологией, погружаясь туда. Раньше я скептически относился, а сейчас у меня очень даже много людей, друзей, ученых, бизнесменов, которые все больше и больше погружаются в астрологию. Поэтому, если кто-то из вас скептический, то откройте пространство у себя в голове и подумайте, а что вдруг это, ну, как бы, если вдруг там таится что-то интересное. И вот я когда-то открыл для себя, ну, такой, думаю, ну, окей, дай попробую. И сейчас я время от времени, там, консультируюсь по астрологу. Так вот, тот же астролог мне рассказал, что, ну, слушай, все люди разные, к примеру, по деньгам. Вот кто эффективнее, Трамп или Баффет, ну, нельзя сказать, они все очень гиперуспешные, богатые люди по-своему. Кто-то более, там, кто-то менее, ну, но в целом, как бы, с точки зрения того, что у того и того миллиард долларов, а еще там Трамп, несмотря на то, что он такой, там, менее стабильный человек, чем Баффет, он стал еще и президентом Америки. И нельзя сказать, кто из них эффективнее. Но можно точно сказать, что они очень разные. И если бы Забиака, человек, который вызывает не очень приятные эмоции, когда его смотрят, его большинство людей не любят, потому что он такой эгоистичный, эгоцентричный, ну, то есть такой, как бы, не отдающий человек, а забирающий больше. То есть, вот я рассказывал, что нужно жить в парадигме отдавания. Он не сильно отдающий человек, он не платит налоги, он, как бы, благотворительность делает для пиара. А есть Баффет, это человек, который в 80 с лишним лет читает много книжек, много инвестирует время в свое развитие, ездит на старой машинке, там, 80-го года. Если он остановился в отеле и в отеле захотел попить и взял из мини-бара, там, Кока-Колу, то он потом на следующий день спускается в магазин, покупает Кока-Колу и возвращает его в магазин, чтобы не переплачивать отеле. Это человек, который тоже, там, мультимиллиардер, но при этом экономящий на всем, там, ведущий такой скромный образ жизни. И если бы, и кто из них, какая модель из поведения правильная? Для одного одна, для другого другая. Потому что если бы Баффета заставили жить, как Трамп, то он бы сразу обнищал, потому что он бы, это было бы вне его психотипа, это было бы вне его кармы, там, вне того, чему его отец учил. И его психика сбойнула бы, он быстро бы обанкротился и потерял бы свои деньги. Так, и если бы Трампа заставить жить правильно, правильно, отдающе, читая книжки, то я думаю, что Трамп бы офигел, бы сошел бы с ума. Потому что его психика требует внимания, яркости, признания. Для него деньги – это символ власти. Вот, поэтому президенты пошел. И он заряжается от этого, он заряжается от этого пиара, и поэтому потом у него есть энергии, чтобы зарабатывать миллиарды. А дедушка Баффет, он наоборот заряжается от того, что у него зернышко к зернышку, что у него все в порядке, что у него все размеренно. Если его заставить жить вот так, там, на широкую ногу, как Трамп, то он с ума сойдет. И просто есть разные люди, есть разные модели. И поэтому дисциплина, она тоже не для всех. Потому что я, например, в своей жизни, как только перестал себя... Вот, то есть, представьте, я там бегал каждый день. Я там, ну, там, иногда это было по 20, по 30 километров. Я там бежал по пустыне. Это все ради того, чтобы натренировать вот эту упорство и дисциплину. А сейчас я живу в совсем другой парадигме. Я стараюсь не делать жестких планов. Я стараюсь... Потому что я понял, что это... Мне сложно. Вот, знаете, есть тайм-менеджмент для людей системных, и для них тайм-менеджмент, когда все по полочкам, хорошо. А есть же люди-ахтунги, у которых все вот так, и они счастливы в этом. Я, оказывается, человек-ахтунг, который пытался идти за модой тайм-менеджмента. Я был несчастным, мне было сложно. Вот просто, знаете как, есть Катя. Она всегда знает, который час. Она всегда знает, что она будет делать завтра, послезавтра. Она знает, какой день недели. Я сейчас, вот только сейчас посмотрел, что сегодня среда, и понял, что сегодня среда 20-е число. Я, как бы, даже не знаю, когда у кого день рождения. И специально сейчас я себе разрешил не поздравлять людей с днями рождения, потому что мне это сложно. И я становлюсь более счастливым. Когда я более счастлив, я вот как та курица, которая несет яйца. Я становлюсь счастливым. Поэтому, в принципе, возможно, просто в обществе большинство людей, которые системные, и им в системстве, им упорство их усиливает. А меня оно ослабляет. И я, когда стал более творческим, более текучим человеком, я стал более счастливым. У меня стало больше энергии, чтобы потом отдавать, делиться и сеять более позитивные зерна. То есть, знаете как, можно, сжав зубы, что-то делать и говорить, а я упорный, я упорный, но от этого разряжаться. А можно говорить, я ни хрена не упорный. Я плывучий, я гибкий, я не твердый. И от этого быть более ближе к своей природе, больше заряжаться и больше отдавать. Поэтому важно понимать, кто вы. Поэтому, как психотипирование различное, там, диски, MBTI, соционика, human design, астрология, коучинг, таро, это все, что позволяет тебе искать ответы в тебя самом. И это очень, это как раз таки тренд на осознанность. Когда ты осознанно понимаешь, какой ты, и дальше кормишь свою курицу тем, что ей реально нужно, то вы становитесь счастливым и эффективным человеком, потому что он эффективный человек. Вот еще мы у себя во фри-поблисте на недельных планерках спрашиваем у людей, поставьте свой уровень эффективности и свой уровень счастья. Почему? Вот есть такой принцип Scrum Agile в развитии бизнеса. И там говорится о том, что счастливый человек будет эффективным. Эффективный, но несчастный человек станет неэффективным. Повторяю еще раз. Если человек счастливый, то он станет эффективным с высокой вероятностью, потому что у него много энергии, и он творит, он хочет дальше быть счастливым и делиться с миром. Это нормальная потребность человека. А если человек эффективен, но несчастлив в своей эффективности, то он скоро станет неэффективным. Поэтому во фри-поблисте мы оцениваем уровень эффективности каждую неделю сотрудника. Мы спрашиваем, оцени свою эффективность по 10 баллам и оцени свое счастье по 10 баллам. Если мы видим, что у человека не очень высокое счастье, то мы думаем, как его счастливить, чтобы он был эффективным. Потому что важнее, чтобы он был счастливым, тогда он будет больше инвестировать, вкладывать в развитие бизнеса, и потом бизнес будет более эффективным. Спасибо за плюсики, за секретные знаки. Я рад, что получилось донести. Курица, затачивая пилу, кармический менеджмент. Значит, еще в достижении результата есть еще очень важный принцип в кармическом менеджменте. Это не только делиться, в целом сеять хорошие, позитивные зерна, вкладывать на депозит уверенности, но еще один из принципов кармического менеджмента говорит о том, что нужно найти человека, который хочет достигнуть таких же целей, как вы. То есть вы хотите заработать денег, нужно найти человека, который тоже хочет заработать денег. Вы хотите, к примеру, построить отношения, найти вторую половинку и выстроить с ним хорошее отношение. Нужно найти человека, который тоже хочет это сделать. И нужно помочь этому человеку достигнуть этой цели. И здесь тоже срабатывает принцип этих зеркальных нейронов. Вы начинаете думать, как помочь человеку, помогаете человеку, видите, что у него получается результат, но вы сами себя учите, знаете, как он. Ну, типа, хочешь научиться чему-то, научи этому другого. То есть, хочешь что-то хорошо изучить, напиши книжку об этом. Вот. И мы учимся, обучая других. И мы получаем результат, помогая получать результаты другим. Поэтому, если вы будете помогать, ну, там, к примеру, хотите стать здоровым, найдите человека, который тоже хочет стать здоровым или сбросить ест, и помогите ему это сделать. И когда он это сделает, радуйтесь ему за это. Даже если вы пока не достигли за это, может появиться такой эгоистический, такой низменный посыл, типа, блин, у него получилось, а у меня почему не получилось? Да, блин, надо порадоваться и заложить еще позитива больше. И положить себе на депозит уверенность, что если вы помогли человеку, значит, и вам тоже это придет. Поэтому один из принципов хроничного менеджмента – это помогать другим именно в тех сферах, в которых вы тоже хотите достигнуть результат, даже если пока что у вас его нет. Спасибо, Софья.